За преступление сексуального характера сегодня вынесли приговор Глебу Грозовскому. 14 лет колонии строгого режима. Как установили следователи, священнослужитель совершал злодеяния в детских православных лагерях. Мария Марченко подробно. На все воле Божьей, я не знаю, справедливо ли это будет приговор или нет, мы узнаем суде апелляционной инстанции. Вот этот приговор справедлив или нет, мы узнаем только через какое-то время, правильно? Когда состоится суд, когда мы проведем апелляционную жалобу на само решение суда. Приговор он выслушал внешне спокойно, но нервно перебирал четки. Грозовский уверен, его оговорили недоброжелатели. 14 лет колонии строгого режима и компенсация потерпевшим более миллиона рублей. Его признали виновным в действиях сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девочек. Сам священник свою вину отрицает. Уголовное дело возбудили в ноябре 2013-го. До предъявления обвинения священнослужитель делал успешную карьеру. Глеб Грозовский женат, воспитывает четверых детей. Родился в 1979 году в Ленинграде. Окончил университет имени Лесговта и духовную семинарию. Был советником директора футбольного клуба «Зенит». По версии следствия, преступление Грозовский совершал во время работы в детских православных лагерях. В 2009 году на острове Коневец в Ленобласти. В 2013-м домогательством священника подверглись воспитанницы православного детского лагеря на греческом острове Кос. В основе уголовного дела показания свидетелей. Правда, защита с этим не согласна. В деле есть потерпевшие и есть свидетели со стороны защиты, которые говорят, что этого, вот в это время, в момент совершения, его там не было. Он не мог совершить, понимаете. И почему, что, если они оговорили, если им кто-то там что-то сказал, значит это вопрос скорее к потерпевшим. Грозовский пытался скрыться от следствия в Израиле. Просил политического убежища. Ему отказали. В 2016-м священника экстрадировали в Петербург. Пытаясь избежать уголовной ответственности, Грозовский с помощью своих друзей и родственников, используя израильские и российские средства массовой информации, организовал кампанию по обвинению следственных органов в фальсификации материалов уголовного дела, что не нашло своего объективного подтверждения в ходе расследования уголовного дела и в суде. Вина Грозовского доказана. Прокуратура требовала приговорить Грозовского к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и на 12 лет после выхода на свободу запретить заниматься воспитательной деятельностью. Приозерский суд дал 14 лет, засчитав то время, которое он уже провел за решеткой. Адвокат осужденного Михаил Уткин будет подавать апелляцию. На это есть 10 дней. Мария Марченко, Степень защиты.